Счет по Абакусу, йога для малышей, урок дефиле и рисование песком. Рынок детского дополнительного образования сегодня становится все шире и экзотичнее. Судя по количеству кружков и секций, предложения пользуются спросом. Что сегодня выбирают омские родители для своих чата и действительно ли в ментальной арифметике для развития ребенка плюсов больше, чем в математическом кружке? Попыталась разобраться Ольга Качкурова. В студенческой аудитории школьники счетами в руках. Складывают, вычитают, умножают и делят трех, четырех и даже пятизначные цифры. Все это первая в городе олимпиада по ментальной арифметике. В ней нет ничего нового, только хорошо забытое старое. Абакус, этот наш калькулятор древности, он был придуман восточными азиатскими купцами для своих товарно-денежных операций. Вы знаете, удивительно, что он в таком виде, ему больше трех тысяч лет, но в таком виде он дошел до наших дней и используется в таких странах, например, как Китай и Япония. Они используют его в обучении детей. Абакус или древние счеты в обучении российских детей используются только в сфере дополнительного образования. Такие занятия недешевы – около трех с половиной тысяч рублей в месяц. Но результат родителей, учившихся еще по советским методикам, ошеломляет. Начинает быстрее в определенных ситуациях реагировать, например, грубо говоря, те же контрольные работы, тоже рисование, тоже, например, тот же спорт. Во всем помогает именно ментальная арифметика. 365 плюс 424 – сколько будет? 788. А как ты это сделала? Ну, я представляю счеты, и у меня они в голове образовываются, и я по ним считаю. Впрочем, математики говорят, быстрый счет на экзотическом абакусе не сделает ребенка гением. Сам навык без постоянного повторения забывается. Да и нужны эти занятия скорее для общего развития. Ментальная арифметика, она, ну, забудется как-то, и счетная линейка забылась. Прямо связи между быстрым счетом и математическими способностями, ну, бывает, быстро считает, но мало чего двое знает. Экзотических кружков в Омске много. На сумму от трех до пяти тысяч рублей в месяц можно отдать ребенка на рисование песком, в школу телевидения, на занятия в модельное агентство и детскую йогу. И такие уроки действительно развивают, говорят педагоги. Но точно так же, как и менее оригинальные, но более доступные кружки в ДК. Шахматы, театральные студии, занятия танцами. Вот только элитарным такое дополнительное образование уже не будет. Создается некая искусственная среда, в которой ребенок, ему искусственно предлагают определенную элитарность, которую, по сути дела, в реальном обществе нужно заслужить. А ребенку она дается как данность. И когда ребенок сталкивается в обычной жизни с обычными людьми, там начинают работать совершенно естественные законы конкуренции, с которыми ребенок может быть просто не готов. И в этот момент у ребенка могут возникать большие сложности. Эксперты советуют родителям выбирать действительно полезные кружки и не гнаться за модой. Ведь она меняется, причем довольно быстро. А ребенок, который все свое детство потратил на рисование песком или хождение по подиуму, может и не оценить ваши заботы. Ольга Качкурова, Анатолий Серов, Сергей Степанишин. Новости здесь, Омск.